Ну и знаешь, есть Ведагор, а то Медагор. Ну ладно, не будем тебя отвлекать, спасибо большое от лица всех слушателей и зрителей. Давай, будет вариант, что будет на юга ехать, пусть у моей мамки мёд покупают, она прямо на трассе там стоит. Тело Молдавановка Краснодарского края, пасека у Люси, с левой стороны. Короче, Миша, где мы находимся? Вообще завезли меня сегодня, говорят, поехали на качку. А, станица Пластуновская, Краснодарского края, это вот отец с пасекой сюда уехал. Вышли, Милус? Ребята, связь может быть очень плохая, очень. Сейчас самая качка идёт, самая жара. Сейчас я камеру поверну только. Сейчас посмотрим, как пчёл дает в свободной республике Шкит. А почему не кармический, это не хороший продукт? А это вы в эфир, не услышали меня. Не кармический продукт, как я говорил, то есть всё остальное, даже если вы огурец откусываете, он кричит от боли. А пчёлы и коровки, они уже всё собрали, через себя пропустили и выдали нам волшебные продукты. Поэтому молоко и мёд – самый некармический продукт. То есть человек не накормует себе ничего, если будет есть мёд и пить молоко только. А если он сыроед откусил огурец, огурец от боли, от человеческих зубов кричит, пищит, но человек глух криком огурца. О, даже, видите, они даже пчёл стирают каждый день. Здесь стиральная машинка для пчёл, они каждую пчёлку стирают. Круто. Вот это столько у вас, полторы тысячи уликов? Да нет, ты что. У батя 40 с чем-то, у них, наверное, чуть меньше 30-30. А что, улья так и стоят в прицепах? Прямо на прицепе можно пережать кто угодно, и пчёлы сами будут находить свои улья? Да, прям так и стоят на прицепах, чтобы их не таскать каждый раз. Но если ты видишь, где-то в горах продают прямо мёд, и вот такой прицеп стоит, то там, наверное, ничего нет. Там улья-затки, типа, не стояли. Вот Миша правильно сейчас прокомментировал. Говорит, если вот так вот стоят на трассе, и кто-то торгует, это точно там без варианта, что там пчёлы. Потому что сейчас самая такая жара идёт, самая страда, как говорится, пасечника. Ему некогда торговать. Короче, мы... Миша, где мы находимся? Вообще, завезли меня сегодня, говорит, поехали на качку. А, станица Пластуновская, Краснодарского края. Это вот отец с пасекой сюда выехал. И тут как тоже фермеры, там какие-то княжества какие-то маленькие, знаешь, там фермер, там фермер. Тут вон дальше там лошадь пасётся, за спиной у меня пруды какие-то, там человек рыбы разводит. А вот батя такой нашёл место тут с под Сомухом. Ну и знаешь, есть Ведогор, а то Медогор. Ну ладно, не будем тебя отвлекать, спасибо большое от лица всех слушателей и зрителей. Что будет на юга ехать, пусть у моей мамки мёд покупают. Хорошо. Она прямо на трассе там стоит. Тело Молдавановка Краснодарского края, пасека у Люси, с левой стороны. Это на трассе М4 или где это? Далеко от трассы? А это на трассе М4, да, М4 Дон. Люси, это моя мама. Не как ехать уже от Геленджика обратно в Ростов, Краснодар? А в Геленджика, если по М4 поедешь, через горы получается, то тогда по правой стороне. А если со стороны Москвы, то по левой стороне. Прямо в селе, там где-то отдельно такой павильон стоит. Клава, я эфир не занимаю там сильно. Не, всё нормально. Ты что, наоборот, ты его спасаешь. Легче будет. Ты какое благое дело делаешь. Сотовое мироустройство реально показываешь. Требовали доказательств? Средники, что наш мир сотовый. Вот, смотрите. Целое ведро мёдом. Пока качаешь, мёдом наесться, блин. Там пальцем раз, туда залез. Ням-ням-ням, все пальцы облезают. Льётся, как пастец. Да. Он, видишь, он горячий, но он там, он даже ещё не складывается. Когда он станет, ну, как подавтринец, он начнёт вот складываться, как горочка такой. Вот реально, как растительное масло. Папа говорит, надо было с утра снимать. Но с утра связи вообще не было. Я даже не мог смс-ку отправить. С утра, говорит, напада не было и не так жарко. Спутники не долетели, наверное. Я сказал, перейкор. Тебя уже узнают в чате, Мария уточняет. Это тот Артём из Питера, что на корабельном, на корабле-строителе. Да, вот. Да. Да, Мария, это вон. Это я. Это я приехал теперь, Мария, домой. Долго на связь не выходил, потому что сад, работа. Ты лошадь, зараза, я назвал. Я вспомнил, как Задорнов говорил, когда немец приехал в какое-то село и слышит, бабка на гузе и орёт. Шо вы, собаки такие, как свиньи, всё вытоптали. И у немца в голове, вот бац, словарь смотрит, гуси написано. А бабка на них орёт. Собаки, шо ж мы, как свиньи, всё повытоптали.